Всем привет! В эфире программа «Профи в деле». Сегодня мы идем в гости к человеку, который безоглядно влюблен в небо уже более 25 лет. Мы узнаем о том, как проходит подготовка профессиональная и любительская к первому прыжку, серьезно ли парашютисты относятся к суевериям и во сколько может обойти снаряжение и обучение. Обо всем об этом нам расскажет президент федерации парашютного спорта Калмыки Юрий Николаевич Камлаев. Ну, дорогие друзья, давайте знакомиться. Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте. Расскажите, как появился парашютный спорт в вашей жизни? Ну, это как бы, скажем так, детская мечта. Когда я маленький был, часто видел, как прыгают парашютисты и на праздники, все остальное. И я маме сказал, что я это умею. Она так удивилась, говорит, как-то умею, если ты никогда не видел парашюта. Я говорю, ну, не знаю, как-то почувствовал, что это мое. И когда мне было в школе, скажем так, определенный возраст, там, 15 лет, я начал, ну, узнал, что есть УПК, раньше был учебно-производственный кабинет, и там все пошли там на водителя, на слесаря, там, еще что-то. Я стою, думаю, куда же идти, туда-сюда, не хочется. И смотрю, стоит мужчина в летной куртке и смотрит на всех, говорит, кто хочет заниматься авиационными видами спорта. Я говорю, о, это мое. И я, видимо, так получилось, что я с детства слышал об этом и хотел, и здесь сама судьба, как говорится, благоволила. Ну, я пришел заниматься парашютным спортом, первый прыжок выполнил. В 14 пришел, в 15 лет прыгнул. Тогда по закону можно было с 15 лет прыгнуть, сейчас с 14. Вот, поэтому могу сказать, что мог раньше прыгнуть, но возраст не позволял. И в 15 лет я сделал первый прыжок. Это была зима, валенки, ватные штаны. Как шла подготовка к первому прыжку? Не страшно было? Как бы особо такого страха не было, потому что первый прыжок как будто в неизвестности, но обычно страшно бывает второй прыжок. Но я спортсмен, я еще спортивной гимнастикой, по мастерам спорта выступал в свое время. И поэтому как-то для меня это прыжок... Подготовка, то есть была у тебя, да? Да, у меня такой наставник, мне повезло с наставником, когда был Николай Бушаевич Замбаев. Говорят, что второй прыжок очень страшный. Ну, я как-то особо не заметил его. Ну, немножко волнение было на втором прыжке, а потом она как бы, ну, как бы быстро улетучилась. В начале было. Почему так происходит? Первый прыжок просто не знаешь, да? А второй прыжок ты начинаешь осознавать, начинаешь себе, ну, как бы накручивать, говорить, что, ну, один раз прыгнул, зачем второй раз? Ну, вот с 15 лет, я так поняла, ты пришел в этот парашютный спорт. Сколько всего у тебя на счету наверняка ведешь счет? Сколько прыжков? Да, есть такая вещь, как официальные прыжки, которые заносятся в спортивную книжку или инструкторскую книжку. Ну, официальных у меня около двух тысяч прыжков, а неофициально у меня больше трех тысяч. Сколько стоит это все удовольствие сделать шаг в небо, грубо говоря? Ну, самостоятельный... Да, самостоятельный прыжок, конечно, первый прыжок, он всегда, ну, если иметь в виду самостоятельный прыжок, то это, в принципе, я так думаю, не очень дорого. Было бы желание. Если в нашем регионе взять, то это в районе четырех с половиной тысяч рублей прыжок один, да? Ну, без дороги. Но это один бизнес-структор. Да, бизнес-структор самостоятельный. То, что я сделал я. А если говорить про тандем прыжок, то это как бы инструктор, который вас пристегивает к себе и вас катает, но там высота, соответственно, другая. От трех до четырех километров прыжок идет. Свободное падение 35-50 секунд в зависимости от высоты. Три тысячи или четыре тысячи. Вот. И там, конечно, и стоимость другая. Там она колеблется около десяти тысяч примерно. Ну, потому что там техника другая, порошот другой. А сейчас ты уже не любитель, сейчас ты тренер-инструктор, да? Да, я... У вас есть федерация. Да, я профессиональный тренер, инструктор, сертифицированный тандем-мастер. Я могу, в принципе, и катать, и пассажиров в тандеме. Ну, и то, чем мы сейчас занимаемся. Ну, спортом тоже можно заниматься, но на него времени просто нет. Если бы было время, можно было и спортом. В основном тренирую. Тренирую. Ну, как бы, были, как бы, в десятом году я набирал группу молодежи. Из этой группы какое-то количество спортсменов вышли в хороший уровень. И в 2013, да, мы выиграли, как бы, чемпионат Юга России. Второе место на чемпионате Юга России. Не выиграли, а призерами стали. Юрий, так я вижу, что у нас здесь рюкзак. Нет, это, если говорить правильно, это ранец, парашютный ранец. Здесь находятся клапаны, которые закрываются. Да, конечно. Вот. И здесь открывается, здесь, соответственно, смотрите, такая вещь. Здесь свободные концы основного парашюта. Здесь также пришиты, вот здесь видите, запасной парашют пришит. Здесь два контейнера. Здесь запасной парашют. Конечно. Ну, вот эти карабины, они все выдерживают до пяти тонн, в принципе. А вот эти ленты притяги до тонн и двести. Дополнительный парашют. Да, он вот здесь, он простроченный, да, обязательно. Вот основной можно отцепить, а запасной не отцепишь, он уже простроченный пришит. Но запасным обычно пользуются очень редко. Но нештатной ситуации любой спортсмен должен уметь его раскрыть. Также здесь сейчас современные приборы идут. Это как бы механические, это не современные считается уже, но есть электронные. Я вам покажу электронный прибор, как выглядит. И вот здесь он, здесь вставляется шпилька. Шпилька, он взводится, взводится вот так вот, да. И, соответственно... Это во время полета? Нет, это перед прыжком все это делаешь. Вот сюда одевается петля. Я спрашиваю, как будто я сейчас... Да. Здесь одевается такая петля, петелечка, и, соответственно, он фиксируется. Ну, чтобы он, скажем так, когда на высоте 300 метров, ой, 600 метров, он срабатывает. И вот он тянет вот это. И вот этот тросик тянет, а этот тросик выдергивает шпильку. Здесь открывается запасной петля. Основной, смотрите, открывается, как вот ты прыгаешь, независимо с какой-то высоты прыгаешь, но, понятно, спортсмены обычно прыгают не выше четырех километров. Падаешь до высоты 900 метров, и на 900 метров ты выкидываешь вот этот вытяжной парашютик. Он как бы наполняется, наполняется, да, воздух набирает, и он начинает вытягивать вот эту шпильку, вот в котором находится камера основного парашюта. И вот он расчековывается, соответственно, и вот уходит камера. В камере находится парашют, стропы, вот, и вот она примерно вот так вот выходит. Вот этот вытяжной парашютик маленький, он вытягивает основном и вот он раскрывается раскрывается это все происходит за несколько секунд вот и вот он открывается весь и вот в это происходит за несколько секунд открытия вот это слайдер называется он смягчает открытие чтобы парашют не раз и резко не ударил да и он как бы по мере раскрытия он медленно спускает спускает и потом ты вот такого заворачивать чтобы не мешал тебе это классический парашют это такое есть направление точность приземления классика вот это не скоростной 3 4 Субтитры сделал DimaTorzok Итак, Юрий, мы полетали практически, да? Да, репетиция. Посадка была удачной, мягкой. Сейчас ты хочешь продемонстрировать, я так понимаю, спортивный? Да, до этого спортивный парашют был классический, но точность приземления, семисекционный, ткань такая продуваемая. Вот это истинный парашют, скажем так. По весам меньше, да? Да, он килограмм 11 весил до этого. А вот это парашют уже более скоростная техника. Это прыгают в основном групповую акробатику, воздушный балет. Ну, скажем так, сейчас воздушный балет уже и в турбе есть под музыку. То есть можно, в принципе, танцевать не на земле, а можно танцевать в воздухе. Вот это парашют уже более скоростная техника. Соответственно, он очень маленький парашют. Да, он такой, в контакте. Вот, соответственно, да. Чем меньше парашютная система, да, вот он, видите, для того, чтобы прыгать. Здесь, как видите, прибора нету, которого вы видели, да? А здесь электронный прибор стоит на запасном парашюте. И вот его нажимаешь три раза, он срабатывает, вот раз. Просто хочу сказать, что он, с чем отличается здесь электронный прибор стоит, он укладывается в ранце запасного, на дне ранца. И здесь основной, вот видите, такая бабушка, вот тоже такая же медуза вытяжная. Вот выкидываешь, парашют открывается. Также здесь есть кольцо запасного и отцепка. Вот, отцепить основной. Видите, как он маленький? Вот здесь ржет парашют 97 футов, а я когда-то прыгал 68. 68 это еще меньше, то есть это 7 квадратов метров. Это считает, такая тряпочка маленькая, так скажете. Но здесь запасной, он побольше, конечно, вот. Ну, он где-то килограмм 5-6 весит примерно, да. По сути дела парашютный спорт, это умение владения своим телом. А вот этот парашют, чем он меньше, ты не чувствуешь его на себе, и ты как будто ты без него, ну, своим телом, да. И тебе просто легче пластика, да, в упражнении. Ты уже балет, допустим, и все остальное, ты его просто не чувствуешь, он маленький. И парашюты такого типа, они шьются чисто под размер тебя. Ну, то есть, как рубашку шьют. То есть, здесь нет подгонять подвесную систему. Подвесная система подгоняется на студенческих парашютах, кто учится, там, подгоняется по росту, там, и все. А здесь они ничего не подгоняются, это шьется чисто под тебя. То есть, под твое тело. Потому что ты же должен выпрыгивать, спортсмен же, ты должен чувствовать его. Индивидуальный, да? Индивидуальный пошив, да. А по поводу, извини, перебью. А интуиция, доверяешь ты своей интуиции? Вот, допустим, вот тебе, сейчас ты готовишься к прыжку, но вот что-то подсказывает внутреннее какое-то чувство, что не стоит делать. Ну, бывает такое, ну, да, есть почему. На самом деле, здесь интуитивно, да, есть такие вещи, когда уже идешь на прыжок, думаешь, что не стоит, там, еще что-то. Ну, здесь, я хочу сказать, сон хорошо дает, когда ты выспался. Почему? Ты приходишь, потому что ты приходишь к врачу, врач замеряет давление, у тебя давление ровное, спокойное, значит, все хорошо. А если ты не выспался, то, соответственно, может быть какие-то ошибки, где-то ты адреномин зашкаливает, где-то ты неправильно развернулся, неправильно разогнался, это тоже играет роль. Ну, по мне, я могу сказать, наверное, я, когда, бывает так, ночью едешь, например, на полеты, да, приезжаешь, давление высокое, а стоит самолет залезть, и прыгаешь, приземляешься, и мне после первого прыжка, я стараюсь первый прыжок делать режимное, ну, скажем так, стандартное, ну, без каких-то рисков, как разминка, типа, приземляюсь, и мне замеряет давление, у меня оно 120-110. Вновь приходит? Да. Как будто у меня небо, оно выравнивает все давление, да. Я не знаю такого, чтобы парашют не открылся. Я не слышал, за 15 лет я такого не видел. У тебя лично были какие-нибудь такие критические ситуации? Да, были. Не открывался основной, но запаска, ну, как основной, он открылся, все, вышел, да, ну, просто была закрутка или еще что-то, да. Вот. Ну, я же говорю, не бывает такого, чтобы не открылся, он открывается. Вот. И запаска, она работает штатно, потому что запасной укладывают специальные ригеры, укладчики, которые по особенной технологии укладывают все ровненько. Специальными линейками все это укладывается, специальными приспособлениями. То есть запасной способен, да, 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 да. И, соответственно, чтобы он не открылся, это, ну, в нужном положении, он все открывается штатно. На каждой запасной, вот здесь запаска 106-я, 106 футов. То есть это не каждый спортсмен уровня. Например, если спортсмен уровня 300 прыжков, у него 300 прыжков, он не сможет с ним прыгать, потому что запасной слишком маленький для него. Опять же, зависит от веса. Групповая акробатика, например, нам приходится утяжеляться, если спортсмен тяжелый. То есть я хочу сказать, что в групповой команде, например, 4 спортсмена прыгают, один оператор, да, если в команде есть один тяжелый, все грузятся под него, чтобы идеально падать. Контингент желающих поэкстремалить самый различный. Многих приводится до желания сбежать от ежедневной рутины и получить дозу адреналина. Надеюсь, мы вдохновили тех, кто всегда мечтал шагнуть в небо, но не знал, с чего начать. Дорогие телезрители, а кто будет ответчиком нашей следующей программы решать вам, пишите нам в редакцию и не забывайте присылать вопросы. А с вами была я, Ангелина Ирниева. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok